Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодня мы будем шаг за шагом создавать сайт на платформе Эквит. Вот так выглядит этот сайт. Но перед тем, как перейти к самому ролику, я вас всех прошу подписаться на мой канал и подписаться на этот канал, который я стараюсь совместно продвигать. Итак, что за сайт вот этот Эквит? Он наподобие Shopify, о котором многие из вас слышали. Но в отличие от Shopify, он дает возможность не 14-дневного бесплатного пробного периода, а разместить 10 листингов, то есть 10 товаров без оплаты. Бесплатно. После несложной регистрации вы попадаете вот в такую консоль управления этим сайтом. И здесь вот справа расписаны шаги, которые надо поочередно проделать и закончить свой магазин, подготовить к продажам. Здесь вот есть ссылочка, перейдя по которой, вы можете увидеть, как он выглядит сейчас. Вот эта стартовая страница с ее встроенным уже товарами, демо-товар, вот видите, чтобы просто увидеть, как этот сайт выглядит. Сайт на Эквите. Как можно его сделать. И один из учеников выслал мне сайт, на который он хочет сделать похожим свой. И сейчас я буду проделывать все те необходимые операции, и показывать вам, как получить из этого тот сайт, который, в принципе, был заказан, скажем так. Итак, первый шаг – это настроить свой сайт и витрину. Переходим по этой ссылочке и видим вот здесь варианты настроек. Здесь все очень просто, очень удобно сделано. Смотрите, вот настройки адреса сайта. Этот адрес можно поменять. Вот видите, здесь написано «Store» и «Набор цифр». И в конце – домен. «Company site». Здесь можно поменять, написать название сайта, то, которое вы хотите, и сохранить. То есть все делается замена «Сохранить». Замена «Сохранить». Обязательно надо после каждого действия сохранять. Название я сейчас менять не буду, поскольку посмотрит ролик сам хозяин, он придумает название и поменяет здесь с сохранением адреса сайта. Также можно подключить свой домен. Здесь введите название «Сохранить». Здесь написано просто «Интернет-магазин». Опять же, название поменяет сам хозяин. Вот он видит, где это поменять. Сделает сам. Следующее. Тема оформления. Вот здесь есть целый ряд тем, которые можно выбрать. Можно просто смотреть на их внешний вид, посмотреть. А можно и по нише посмотреть, что больше всего подходит. Вот здесь есть спорт, фитнес и активный отдых. И вот здесь в углу именно та тема, которая была заказана. Скажем, вот мужик, вот его голова. И вот эта вот тема. Использовать эту тему. То есть кликнули сюда, у вас появился вот этот мужик. Сохранить. Сохранить. И через вот эти вот три полосочки посмотреть сайт. Открывается соседняя вкладочка. И вот здесь вот этот наш мужик. Тут он выглядит во всю ширину. Если посмотрите, здесь чуть уже и затемнено. Это тоже все делается отсюда. То есть с этой вот вкладочки. Опять же переходим к теме оформления. Дальше я вам покажу, как это все делается. Вот смотрите. Снаряжение для туризма и отдыха. То есть вот этот текст. Заходите сюда, меняете. Можете его вообще убрать. Вот этот текст, который вот здесь. Вот он. Тоже можете поменять или убрать. Дизайн обложки. Я сейчас специально тексты ничего не меняю. Тексты поменяет именно заказчик. Он все, что захочет, здесь напишет. Я сейчас показываю то, где все это делается. Дизайн обложки и так. Вот сейчас выбран, видите, голубым подсвечен на всю ширину. Можно сделать, поменять слева или справа. Вот так вот, чтобы это было все написано. Можно поменять вот так, чтобы это было только сверху. Кнопка сверху, можно сделать вот так. Я тут немного приторможу. И вы увидите, что вот эта вот картиночка, она вот такая. По ширине. И чуть ниже, чуть ниже, можно поменять опять же текст кнопки. Можно вообще убрать кнопку. Вот ее не будет. Оформление текста. Цвет поменять. Текст. Стрелка прокрутки. Меню в шапке сайта. Вот это меню, вот оно в шапке сайта. То есть, здесь можно все это регулировать. Это шапка сайта. Назад. Дальше. Магазин. Магазин – это вот сами товары. Я специально сейчас многого не делаю, чтобы показать просто откуда что выправляется. Размер картинок здесь можно поменять на маленькие. Они будут маленькие, вот такие вот картиночки. Можно сделать их средними. Можно сделать большими. Можно сделать вытянутыми. По пропорции. Три к четырем и так далее. Вы выровнять их тексты. Вот эти тексты. По центру, справа, слева и так далее. Можно включить рамку вокруг карточки. Вот смотрите, сейчас здесь поменяется. Вот видите, появилась обводка. То есть, сделали, посмотрели, нравится – сохранили. Не нравится – убрали. И вот таким вот образом регулируется карточка товара. То есть, вот эти вот товары. История. Вот то, что вот здесь написано. Вот он, этот текст. Поменяли, поставили свой. Можно секцию убрать совсем, опять-таки. Вот чтобы этой секции не было. Вот кнопка. Допустим, вы не хотите эту секцию. Убрали, сохранили. Можете изменить название. Здесь написано «Почему мы». Можно написать, допустим, «О нас». Я сейчас все это объясняю по-русски. Вот «О нас», да. Но в реальности для того, чтобы торговать на зарубежных рынках, надо все это делать на английском. Отзывы клиентов. Это вот этот вот раздел. Отзывы клиентов. Они, конечно, здесь выдуманы, да. Вот текст отзыва. Вот имя, фамилия. Вот здесь, кто она. Вот здесь картинка. Все это тоже можно поменять. Типа отзыв нормальный, реальный. От какого-то Джона Смита. Ну, местную знаменитую. То есть перевести на английский. Можно вообще не писать тут ничего. И поменять картинку на чью-нибудь другую. И сохранить. Здесь можно добавить до четырех таких отзывов. Это уже на ваш вкус. Опять же, будете смотреть. Нравится, не нравится. Захотите, не захотите. Вот, например, вот этот сайт, который мне выслан. Здесь отзывов нет. Здесь почему выбрать нас. Или это причина, да, по которой они выбирают, предлагают именно купить у них. А здесь они рассказывают о себе. Назад. О магазине. Или о компании. Вот это. И, опять же, здесь меняете текст. Можете поменять вместо Елены Петровой на Марию Джонсон, владелицу магазина. Поменять фото или оставить все это. Как хотите. И физический адрес. Вот это вот здесь. Вот он. Физический адрес. Вот здесь текст. Заголовок. Адрес выставляете. При выставлении адреса подтягивается из Google Maps вот эта вот картинка. Вам не надо ее где-то искать. И добавлять. Ну, как и в большинстве интернет-магазинов, в принципе, эту секцию надо убирать. Потому что физического магазина у нас нету. Так что я вот это сейчас уберу, сохраню. Вот таким вот образом это здесь работает. Вот если сейчас вы здесь обновите страницу, увидите, что этой карты нету. Вот нету физического адреса магазина. Все делается очень просто. Назад. И контактная информация. Это вот телефон и имейл. Кликайте сюда. Здесь можете поставить телефон. Если вы реально хотите, чтобы вам звонили, писали смс. И можете поставить нормальный телефон, свой номер телефона. Если не хотите, просто убирайте, и его не будет. Лучше, конечно, здесь поставить какой-нибудь, ну, пусть даже фиктивный телефон. Пусть он ни на что не отвечает, но будет телефон. И второй очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Вот здесь адрес электронной почты. Вот он. Связаться с нами. Он обязательно нужен. Надо здесь, чтобы была почта. Но эта почта ни в коем случае не должна быть той почтой, которая у вас стоит в логине и пароле. Понятно, да? То есть не та почта, на которую зарегистрирован магазин. Это уже будет подсказка какая-то злоумышленнику, что вот эта вот почта, и давай подбирать к нему пароли. Поэтому здесь надо завести отдельную почту и сохранить. Ставить эту почту сюда и сохранить. Опять же, я сейчас не знаю, какую почту сюда будет удобно моему ученику. Поэтому это все оставлю. Значит, поменять почту и сохранить. Поскольку телефон я убрал, я сейчас сохраняю, чтобы не было здесь телефона. Сохранено. Назад. Здесь вы можете добавить также вот секции. Допустим, хотите еще о чем-то рассказать, показать, ставить какую-то картинку, вот добавить секцию. И какую секцию вы хотите. Вот здесь вам показывает, что вы можете еще что-то добавить, применить. Там физический адрес и так далее. Мы сейчас ничего не будем здесь добавлять и делать. И также вы можете поменять местами секции, так называемые. Ну вот физического адреса у нас нет. Я просто покажу. Вот видите, ручка появилась. Вы так берете и переставляете наверх. Они меняются местами. Или, например, о магазине. Вот секция о магазине. Видите, она берется в рамочку. Например, вы хотите поставить перед отзывами клиентов. Вот поменяли. И оно будет вот в таком порядке отображаться. Вот раз и поменяли. Очень удобный конструктор сайта. И сохранить. Обязательно не забывайте сохранять любое действие, которое вы делаете. Ну, посмотреть сайт. В итоге. И вот так вот смотрите уже без всего на свой сайт. Понятно, да? Вот таким образом работает конструктор сайта Эквит. Теперь будем приближать по максимуму к тому, что нам надо делать. Это будет во второй части. То есть мы сам дизайн будем менять. А это общее ознакомление с контроль панелью, с панелью управления сайта Эквит. Ну, это не очень hunter с настоящему. Спасибо за субтитрыückt. Все то, что мы сможем у вашего с nhau positions, а я попытка fonчитать. Продолжение следует...